Добро пожаловать на территорию чудес и знамений. И мы рады вас приветствовать, мы рады каждому, кто смотрит нас сейчас. Мы в этой студии вместе с пастором Сергеем Марининым из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основатель движения, священники Господа, поднимаем важную тему в теле, в церкви, божественное исцеление. Спасибо за передачу, за то, что мы вместе общаемся об этом. Я очень рад. Пастор Сергей, я бы сегодня хотел, чтобы мы поговорили об атаках. Я слышал такие вещи, когда люди, которые начали, они, может быть, допустим, приехали на ассамблею, они вдохновились двигаться, исцелять. И когда они начали двигаться, они начали испытывать особые такие атаки, сопротивления в плане своего здоровья. Они говорят, я начал больше болеть, как такое возможно? Вроде я, наоборот, делюсь исцелением, а сам начинаю болеть. Вы сталкивались с такими ситуациями в вашей жизни? Я сталкивался с таким явлением и в своей жизни, и в жизни людей, и некоторые, кто действительно встают в такую активную позицию, позицию наступления, о которой мы много говорим. Люди начинают испытывать какие-то неприятности в этом направлении. Они приходят и говорят, Сергей, слушай, я вот не молился раньше за исцеление, или как бы я молился вот раз от раза, когда приходила проблема, а сейчас вот я начал активно проповедовать, молиться за исцеление. И вот я заметил, что у меня пошатнулось здоровье. И на самом деле это явление, и люди даже некоторые оставляют, и просто опускают руки, и думают, зачем мне это нужно, то есть какие-то еще проблемы. У меня помимо этого своих проблем полно, еще я буду сейчас вот здесь, как бы сталкиваясь с этим. Да, это я вспоминаю сейчас в своей жизни, вот у меня был такой момент яркий, и я приехал в одну церковь, и это прямо в самом начале, наверное, вот нашего служения, исцеления, когда вот я начинал молиться за исцеление, мы приехали в другую церковь, и это было в другом городе, и там привезли одну девочку, она была инвалид, у нее был очень такой полимелит с детства, искривление такое страшное, у нее протез был на одной ноге, то есть вот такой, знаешь, каблук специальный, то есть такой башмак, она на костылях была. Вот здесь вот сбоку у нее такое было вот искривление, как горб, и вот, и когда служение началось, я даже вот только начали мы молиться за исцеление, я даже не заметил, как она просто вот стала, вскочила и стала бегать по всему залу, у нее были просто, она выкинула эти башмаки, выкинула вот эти палки, и она бегала по всему залу, и я настолько был впечатлен вообще, вот, настолько я был впечатлен этим, то, что... А там еще на этом собрании, там было столько, несколько десятков цыганей, они настолько начали бурно вот это реагировать, вставали на лавки там, покричали, просто славили Бога, и там еще просто начались исцеления по всему залу, это было так просто мощно, и я знаю, что вот как бы хватануло, я в тот момент, я был как лев вообще, то есть вот вера, она просто подскочила, и много на этом собрании было исцелений. И в конце собрания, когда уже собрание закончилось, вот эти цыгане, сестры, они подвели одну девушку, молодую девушку, лет 16-17, и мне просто коротко очень рассказали ее историю, что она несколько лет не выходила из дома, и такой дух страха был на ней, она там спала при свете, там постоянно какие-то кошмары, и вот все такое. И когда мне сказали, я говорю, о, нет проблем, давай ее сюда, сейчас мы все сделаем, все решим вопрос. И подвели вот эту девочку, она еще, я помню, знаешь, вот так вот с опущенной головой, и я возлагаю на нее руки, и я начинаю провозглашать, изгонять. И знаешь, у меня такие ощущения, вот что вот ты возлагал когда-нибудь руки на стену, вот ты возлагаешь, и вот знаешь, ничего не чувствуешь, вот как будто вот ты просто на стенку возложил, и ты понимаешь, что ничего не происходит вообще. И я вот молюсь, то есть как бы и провозглашаю, и понимаю, что ничего не происходит. И я настолько разозлился, и я как бы приказываю, ну-ка подними, смотри мне в глаза. И вот она первый раз поднимает свои чернющие глаза огромные на меня, и в эту секунду я чувствую щелчок в виске. И на тот момент я не обратил внимания. И еще там какое-то время помолился за нее, ничего не произошло, ничего не произошло. Я, ну, как типично что-то сказал, ну, все будет классно, надо верить Богу. То есть и они пошли ни с чем домой. Вот. Но когда я сел в машину и поехал домой, то я увидел, что что-то у меня со зрением, то есть как бы и все вот, вот, я подумал, что это, ну, или грязь попала, или еще что-то. Приехал домой, еще хуже, на следующий день еще хуже. И уже мы там с женой, когда разговаривали, я говорю, слушай, я молюсь, ну, надо идти к врачу. Какая-то проблема вообще. И когда я пришел к врачу, это вот клиника там у нас в Саратове глазная специальная специализированная клиника, то врач посмотрев, женщина посмотрела и говорит, слушай, обширное отслоение сетчатки. Вот. И она меня спросила, ты кто там, сварщик, боксер, хоккеист? То есть я говорю, почему сварщик, боксер? Он говорит, обычно это вот последствия каких-то механических воздействий, или вот каких-то, какой-то профессиональной деятельности. То есть вот. И я не был ни боксером, ни хоккеистом, ни сварщиком. Ну, то есть как бы вот. И вот тогда я понял, что вот этот щелчок, вот этот момент. И сейчас, конечно, люди могут испугаться и сказать, вау, слушай, зачем я вообще не буду молиться за людей? Но я это рассказываю не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы вот, ну, наверное, раскрыть вопрос вот этого явления, что происходит. Послушай, мы должны, когда мы действительно попадаем вот на это поле битвы, а это реально поле битвы, ты должен понимать, что ты воин, и ты идешь против конкретного врага. И ты должен осознавать, кто ты во Христе. Ты должен вот иметь это озарение. Ты вот, ну, должен быть в духе. Не так, как вот, знаешь, я, когда вот этот мальчик уверовал, там, увидел несколько исцелений в таком состоянии эйфории. Вау, иди сюда. Сейчас порву любого. То есть как бы вот где-то, вот, знаешь, я приобрел вот этот опыт. И действительно, я был уверен, что это была атака. Дьявол прикоснулся. То есть где-то вот еще тот момент, наверное, тот вот, ну, этап в моей жизни, где еще были какие-то вот двери, где вот, ну, понимаешь, но я был уже серийно в исцелении. Я молился много за исцеление. Вот. И получилась вот такая история. И действительно, когда была серьезная проблема тогда со зрением, вот на тот момент они поставили диагноз обширное отслоение сетчатки, они начали меня лечить. И когда они меня пролечили 30 дней, и под наблюдением, когда они мне говорили, слушай, здесь идет ухудшение и ухудшение, и уже была назначена операция, и я был, ну, на самом деле, это, ну, серьезно. И было интересно, когда была мне назначена операция, и мы поговорили с врачом, и она говорит, послушай, я тебе даю тебе две недели для того, чтобы ты сейчас отдохнул вот от этих всех манипуляций, и тогда операция. И все вот мне это там последствия разных они мне рассказывали, вот как обычно врачи вот это, вот это все. И я выхожу вот во двор больницы, и Бог, я прям слышу голос Духа Святого, ты больше не пойдешь туда, и то, что я проведу тебя, я все, я дам исцеление по вере. И вот я больше не пошел на операцию, я получил прям слово такое, Рема от Бога, и я не пошел на операцию, и в течение четырех месяцев я вот, Бог мне показывал, показывал какие-то вещи, такие уроки веры, вот как исцелиться самому. И в эти четыре месяца я терял два раза полностью зрение на этот глаз. Я вставал утром, и глаз ничего не верил. И вот он мне показывал какие-то принципы, что я не должен говорить об этом, ну, вот, знаешь, каждому, что вот у меня такая проблема. Знали на тот момент только близкие люди, вот, которые меня окружали. Вот, это первый принцип, где, вот, знаешь, появляется много доброжелателей, которые, в кавычках, которые начинают вот что-то советовать, что-то говорить. Мало кто, ну, не имея к этому отношения, вот, иногда начинают вот что-то, вот, ну, разговаривать с тобой, понимаешь, что-то советовать. По-человечески. По-человечески, да, и Бог вот мне сказал, вот, не надо. Оградись. Да, да, это первый. Второй момент, он мне сказал, начни молиться сам, усиленно за других людей. Да, это вот один из принципов, то есть, и после этого, это было много лет назад, после этого я практически, вот, когда были какие-то атаки, вот, так, со здоровьем, я не молился за себя. Я молился за других. Усиленней я начинал молиться за других. И, утверждая в других, ты утверждаешься сам, давая вот то, что тебе нужно самому, ты должен отдавать вот эти принципы. Причем я был исцелен, тоже в другом городе, это было служение исцеления, где я проводил, это было, по-моему, в Сызрани. И когда я молился за других больных, я даже не заметил, как я сам был исцелен. Ну, вот, таких четыре месяца, вот, 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 такая атака была. И тогда люди спрашивают, а, ну, как быть? То есть, вот, вот, я начал чувствовать себя хуже. Я считаю, что нужно перейти, нужно перешагнуть вот этот момент. Дать дьяволу понять то, что ты продолжаешь. Да, атаки могут, ты можешь столкнуться. Вот, знаешь, любую сферу возьми, любую. Когда ты усиленно начинаешь двигаться, ты сталкиваешься с давлением. Духовным давлением. Любым вообще, и духовным, и недуховным. Вот, какие-то обстоятельства. Там, я не видел ни одного успешного бизнесмена, который не обанкротился раз 5-10 вообще. Понимаешь? Вот, и здесь то же самое, мы проходим какие-то моменты. Но люди, вот, они на этот крючок попадают, опускают руки. Ну, да, не работает. И как только ты снова и снова начинаешь поднимать голову, просто дьявол цепляет тебя вот за эти вещи. Где-то что-то кольнуло, где-то что-то старое какая-то, болячка. Там, какие-то симптомы вот эти ложные, вот, на уровне страха, знаешь. И человек оставляет, он как бы, ой, ну, не надо, зачем мне это надо. Мы должны перешагнуть. Я верю то, чтобы проповедовать Евангелие, нам нужно отдельно, вот, отделять время. Вот, какое-то время в своей жизни, как этап, как период. Вот, помнишь, мы говорили на какой-то передаче, что для того, чтобы научиться чему-то, там, изучить английский язык, тебе же нужно посвятиться. Ты не можешь, вот, я знаю, люди вот учат по 30 лет его. Из-за чего? Из-за того, что нет постоянства, нет вот, нет этой цели вот устремленности, цели полагания вот в этом направлении. Он там позанимался, раз, там, забросил, потом опять. Вот, с исцелением то же самое. С проповедью Евангелия, вот, с этим запуском, то есть, как бы, то же самое. Нужно запуститься, но тогда это время. Так вот, с исцелением мы должны учиться, однажды прорвавшись, вот, мы, как бы, может быть, даже набив, получив какие-то шишки, получив какой-то опыт, мы приобретаем этот опыт, мы утверждаемся в нем. Мы видим, как это работает, и ты просто выходишь на другой уровень, и ты двигаешься потом. Это не значит то, что исцеление – твоя жизнь. Нет, Евангелие – твоя жизнь. Проповедь Евангелия – твоя жизнь, понимаешь? Вот, и ты уже не перешагиваешь тогда через больных. Бог снова и снова показывает тебе, и для тебя это не проблема. Ты не сфокусирован уже на своих мыслях, на вот этих вот дьявольских мыслях – получится, не получится, надо, не надо, а вдруг он меня пошлет, а вдруг он не верит. Ты вообще не сфокусирован на этом. Однажды ты прошел, однажды ты вот посвятил. Я думаю, что вот обычному человеку нужно, я не знаю, вот я бы так вот идеально полгода надо человеку, чтобы реально вот выйти на такой вот хороший уровень. Когда ты вот просто говоришь, каждый день я буду молиться хотя бы один раз, просто вот за больного человека. И просто ты активизируешься вот в этом направлении. И когда ты пройдешь это, когда ты перейдешь, ты попадаешь вот на другой уровень. На другой уровень. Да, ты можешь где-то атаковаться, но мы должны преодолевать, мы должны переходить эту черту, показывая дьяволу, кто здесь хозяин. Дьявол, получается, он понимает, что сейчас есть угроза для его царства. И он всех людей, я думаю, что все мужи божьи проходили через такие моменты. Сто процентов. Сто процентов. Но при этом проблема еще бывает такая, что мы неправильно интерпретируем события, мы думаем, кто-то говорит, есть такое мнение, что вот Бог позволил, или Бог вот это, ну, дал мне эту болезнь. Или, ну, нам нужно понимать, что есть сопротивление. И даже если сопротивление пришло, и оно как-то проявилось в виде какой-то болезни, нам нужно понимать, что Бог, Он все, любящим Бога, все содействует ко благу. То есть Бог, у Бога есть такое качество, что какие-то негативные события Он оборачивает таким образом, что в итоге есть огромный урон для царства дьявола. Поэтому, когда ты столкнулся с подобной проблемой, то ты должен найти несколько человек и исцелить их. То есть мы так наносим урон, так мы не соглашаемся. И демоны должны увидеть, духовный мир должен увидеть то, что ты преодолеваешь, то, что тебя это не останавливает. И нам не нужно пойматься вот на эту удочку, потому что я помню в своей истории, И в церкви, в принципе, есть такая парадигма, когда я помню однажды, это было лето, ну много тоже лет назад, это был выпускной, знаете, когда выпускной у учеников 9-11 класса. И мы с другом вышли на улицу, и я знал, что сейчас выпускной, сейчас беззаконие творится, сейчас кто-то начинает впервые пить, курить, и что-то происходит такое негативное. И тогда я обратился вот к господствующему духу, к князю, я приказал ему во имя Иисуса не действовать сейчас, не влиять, не разрушать жизни. И тогда мне друг говорит, ну ты замахнулся. И на следующий день, когда я проснулся, я чувствовал себя вообще разбитым, я чувствовал немощь в своем теле. И после этого я поймал вот такую вот парадигму, что лучше не... Не лезть. Не лезть, да. И мне, и церковь поддержала эту парадигму. Зачем ты лезешь в такие вещи? Тебя раздавит. Еще из этой серии, что люди говорят, знаешь, это тоже вот, ну прям интересно. Как только я посвидетельствую об исцелении... Симптомам прибытия. Да, да. И вот еще хуже становится. Нам нужно преодолевать вот эти вещи. Нам нужно преодолевать. Еще люди часто говорят, вот знаешь, но тогда... Вот, а как я могу молиться, если я сам переживаю какой-то недуг, какую-то проблему, да? И тоже, я буду молиться за человека тогда, когда я буду сам... Ну вот это мифы, это... Это ложь дьявола. Это ложь дьявола. Который хочет нас барализовать. Ты сам посуди. Ты найди в церкви сейчас хоть одного здорового человека. Ну тогда нам нужно вообще отменить вот, и мы больше не будем проповедовать. Мы сядем сейчас на стульях и будем, вот знаешь, что-то ждать. Нет. Нам нужно наоборот активизироваться и наступать, чтобы вот эта нечисть из тела вообще вышла. Я верю, что тело Христа, оно должно быть без порока. Я не хочу сейчас никого осудить там или что-то. Я говорю вот об этой перспективе. Вот неужели Бог хочет, чтобы мы реально вот в теле Христа мы болели и умирали, как люди в мире? То, что сейчас и происходит. Друзья, давайте ну просто как-то выходить из этого. Это все в наших руках. Ранами Иисуса мы исцелены. Иисус вперед. Аминь, аминь. Господь, благодарю Тебя за Россию и за Твое пробуждение, которое изливается по всем городам, населенным пунктам нашей большой страны. Мы благословляем вас. Спасибо, что вы присоединились. Смотрите наши передачи еще. Будьте благословенны. Больше года назад врачи обнаружили у меня грыжу позвоночного диска. Я не могла полноценно жить. Я не могла ни ходить, ни стоять, ни лежать. Мне любое движение приносило очень сильную боль. Врачи делали всевозможные разные манипуляции, уколы, процедуры. Совершенно ничего не помогало. Уже дошло дело вплоть до операции, но я отказалась. Врачи утверждали, что операция – это единственный выход из моей ситуации. Но, вопреки всему, я решила обратиться к священникам Господа. Приехав в церковь, я еще ощущала очень сильную боль. Но уже во время молитвы я физически ощущала полное исцеление. Я чувствовала, как боль постепенно начинает покидать мое тело. И после окончания молитвы, выходя из церкви, я чувствовала полное исцеление. Мне в моем теле не было никакой боли. Врач продолжала настаивать на операции, но я отказалась, так как была полностью уверена в своем исцелении. Я благодарна Богу, что Он уберег меня от всех трудностей, которые могли бы быть на моем пути. Он благ, и любовь Его безгранична. И Он исцеляет, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok